Я рад приветствовать вас, мои дорогие друзья и любители домашней кухни на моем канале Готовь просто с Михаилом Тором. И сегодня мы опять будем с вами готовить просто замечательное, но забытое, в принципе, ну, в виде урбанистики, потому что все-таки мы отходим от натуральных продуктов, мы покупаем их в супермаркете, редко ездим на рынок, и сезонность продуктов у нас смазана. Так вот, есть такое замечательное блюдо, древнее, русское, сезонное, называется оно борщ-ботвинник. К сожалению, очень редко кто сейчас его готовит, потому что готовится борщ этот из свеженькой ботвы свеклы, которая еще не выросла, вот видите, такие маленькие свеклы сформировались. А в старину никакие продукты, которые можно было бы использовать в пище, не выбрасывались. В принципе, это было табуировано. То есть, любой продукт использовался в пище. Соответственно, когда свекла, которая посажена на грядке, прореживалась, вот такие свеколки, то есть вот на таком расстоянии, чтобы могла нормально развиваться хорошая свекла, нужно вырвать вот такой листик. Обладает он очень ярким цветом, вкус, конечно, смазанный, но хрустящая, сочная ботва. Соответственно, родилось это блюдо. Блюдо достаточно постное, само собой крестьянское, то есть никто не претендует. Соответственно, сейчас, когда оно готовится, оно подается с топпингами. То есть это обязательно сметана, вареное яичко, зеленый лук, сало, хлеб. Ну, для нажористости, скажем так. Если просто, то суп готовится. Ну, в моем случае я буду говорить сейчас о рецепте, которым я пользуюсь уже много-много-много лет. Он, само собой, немножко адаптирован. Картошка. Ну, все знают, когда появилась картошка. Это, соответственно, совсем не древняя русская история. Это уже такое... А, от Петра Первого пошло и дальше. Я беру несколько свекол. Именно взрослых, молодых, хороших, цветных, таких бордок свекол. Берется наша ботва. Ну, сколько у вас получится. Если вы живете на даче, или летом вы там находитесь, и вы выращиваете свеклу, это просто фантастика. Вы можете баловать себя этим блюдом в холодном виде, в горячем виде это подается. То есть это все очень замечательно. Вот три ингредиента. Свекла, свекла с ботвой и картошечка. То, что используется в супчике ботвинья в моем рецепте. Ничего больше не нужно нам именно для формирования самого супа. Как подавать, это уже дело вкуса. Понятно? Готовы? Ну, тогда погнали готовить. Первым делом мы очистим нашу свеклу, нарежем ее мелким кубиком и отправим вариться в кипящую воду. Причем, предварительно, мы в воду добавим немножко яблочного уксуса, чтобы стабилизировать цвет. Вот она наша почищенная свеколка. Сейчас ее нарезаем кубиком. Мы обработали молодую свеколку с ботвой. Соответственно, отрезали сами свеколки. Мы их не выбрасываем. Это самая соль в этом. И нарезаем вот такими монетками. Кругленькими. Чик-чик-чик-чик-чик. И в этом как раз будет фишечка. Отдаем дань ботве. Видите, какая красивая сезонная история. Все, приступаем к нарезке. Также не забудьте подготовить примерно вот такой объем яблочного уксуса на вот такую полную кастрюлю. Где-то в районе трех литров. Так, водичка у нас закипела. Уксус. Многие спрашивают, почему мы добавляем уксус. Кислота. В нашем случае пищевой, яблочный уксус. Ни в коем случае не используйте уксус из нефти, который сделан 9% столовой, так называемый. А натуральный из натурального яблочного сока. Кислота стабилизирует цвет. Это все знают кулинары. Поэтому лимонный сок добавляется. И так далее. И пошла наша свеколка. Вот они, колечки. Видите, какие красивые. Какой цвет этих маленьких свеколок. Собственно говоря, варим. Варим мы до мягкости свеклы. Значит, система какая. Варим свеколку. Она сварится. Добавляем где-то за несколько минут уже картошечку. Картошка нарезана таким же кубиком, который у нас здесь присутствует в свекле. Все одного размера будет у нас. Картошка в таком кубике сварится за 3 минуты. Добавляем картошку. И через минуту нарезанную ботву. Нам надо, чтобы она не сварилась в кисель, а чтобы осталось немножко текстурки. Режем крупно. Стебель где-то сантиметра 2. А листья вот такой широкой, где-то 2,5 сантиметра полоской. То есть, чтобы был такой листик красивенький. Это будет замечательно. По вкусу мы будем доводить уже, добавляя чуть-чуть сахар, чуть-чуть специи. Это такой суп, который доводится до вкуса уже в тарелке. Так, друзья, свеколка наша мягкая. Достаточно. Добавляем картошечку. Все, варим картошку 2 минуты, ну 3. Сейчас я добавлю еще соли. Где-то треть столовой ложечки. И добавляем воду. И будем уже грузить нашу ботву. Ботву варим 1 минуту и выключаем. Так, смотрите, коллеги. Все у нас сварилось. Картошечка вполне себе мягонькая. Свеколка уже давно мягонькая. Цвет отличный. Соль я посолил, чуть-чуть сахар, чтобы нивелировать кислоту уксуса. Если кто-то любит, чтобы была кислиночка, то можно вообще даже сахарочек не добавлять. Ну вот, например, в советской традиции добавляли сахар. Этот супчик был такой сладковатый. Ну и что, и теперь мы добавляем, соответственно, нашу ботву. И буквально даем ей обработаться, ну, минуту. Можно изначально положить сначала тверденькие части, вот эти, которые ножка, да, стебелек. Вот, а потом уже зеленую ботву. Ну, тут уже как хотите, это уже творчество. Главное не переваривать. Ну вот, наше ботвинье готово. Я рекомендую есть холодный, потому что белковой составляющей у нас здесь нету. Здесь все у нас такое вегетарианское. Я буду добавлять вареное яичко и с хлебушком, с соленым бекончиком это кушать. Само собой, со сметанкой. Фантастически вкусное, сезонное, исконно русское блюдо. Вот такой замечательный супчик мы подадим. Смотрите, какой он красивый, с яичком, с зеленым лучком. По вкусу красный перчик и соль. Можно горчички добавить. Это все уже кто что любит. Вот такая у нас замечательная ботвинья. Или ботвиньник. Борщ ботвиньник. Как кому больше называть нравится. Ну вот, друзья, мы с вами приготовили замечательный борт ботвиньник. Очень полезный, сезонный. Готовить вы можете только где-то в июле, до августа. Все потом уже ботва перерастает. Очень вкусненький летний супчик. Готовьте со мной, пожалуйста. На канале Готовь просто с Михаилом Дором. У нас очень много интересных рецептов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик. Ставьте обязательно, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну, мы пошли кушать. Вам до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!